Секреты скибедистов, тайны тиви-менов и прочие ништяки. Сегодня всё это вы увидите в этом видеоролике. Ведь сегодня, ребята, мы будем смотреть видео на канале Арм... Хо-хо-ла! Которое называется... ТВ-учёный разрабатывал Титана! Скибедит, туалет 75. Все секреты, вот видите, в этом видео уже очень много слова секреты, как минимум, да? Я уже 10 раз сказал секрет. Короче, ребят, кто скучал по реакциям на видео Арм... Хо-хо-ла! Ставьте лайк и мы начинаем просмотр. Поехали! Всем привет, друзья, с вами Арм. Совсем недавно... Привет, Арм. Давно не виделись, ё-моё. Давно мы с вами разбирали полностью весь 74-й эпизод, который просто взорвал весь фандом Скибедитоля. Всё так и было. Эта серия была просто великолепная. Лично на мой вкус, ребята. Особенно вот этот Тиви-мен. Он просто нечто, если честно. Эта серия много чего показали, начиная от захвата лабораторий, заканчивая масштабным наступлением астротуалетов. И поэтому неудивительно, что одним видео мы не ограничимся, так как я нашёл для вас много новой информации и деталей, которые многие из вас упустили или не заметили. Допустим, знали ли вы значение и смысл первоначального концепта документа? Вы хотите сказать, что Арм Хоу научился говорить на скибедистском языке? Ребят, я многое пропустил, как я понял. И почему Тиви-мен тут изображён в виде астротуалета? Или знаете ли вы о том, что на самом деле Тиви-вумен тоже любит симпа, но не может принять его? Да ладно, здесь будет рассказана вся история, вся правда о отношениях Тиви-вумен и вот этого бедного камерамена. Ребята, не зря я включил это видео. Все знают, что я очень сильно слежу за этими отношениями. У меня даже вот такой видос выходил, где я разбирал их отношения. Советую его посмотреть, он очень классный, кстати. Я вот там реально постарался. Кто был изображён на превью это видео и на что он способен? А шо это за ниндзя-самурай? Шо это за новый титан, ребята? Ё-моё, я как будто бы, блин, не смотрю этот сериал. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Ну и поговорим с вами, почему же у нашего Тиви-папочки так сильно подгорела задняя часть. Тиви-папочка? Есть, дэри. Да-да, не удивляйтесь, ведь если обратить внимание, у него сзади идёт дым. И вместе с этим я подготовил глобальную теорию о следов... Просто этот парень настолько горяч, что из задницы у него идёт дым. Можно мне не писать, когда я заднюю не снимаю видео? Спасибо. Это пишет Арм Хэлл, он попросил не снимать реакцию. А уже поздно, всё, блин. Сначала я хотел бы разобрать, в принципе, положение всей войны в сериале. Там всё очень плохо. Как всегда, Альянс Тиви-менев и камераменов просто сейчас в полной... И посмотрим, в каком состоянии сейчас находятся все стороны войны. У нас есть скибедисты, которые уже полностью отхватили и от Альянса, и от Астра. Поэтому их последняя надежда это Джимен. Если... Ну, кстати, да, получается, что скибедисты нюхнули больше всех, потому что их щимят с двух сторон, ребята. Это такой, своего рода, бутербродик в скибедисте сериале Туалет, да? Жесть. Держимая контейнера. Но об этом поговорим немного позже. Альянс же сейчас лишился полного преимущества, и Астра Туалеты начинают дожимать их. Спикеры Тиви Титаны отступили, камерамен Титан, возможно, погиб. Сейчас, по сути, обе стороны полностью остаблены, и этим воспользовались наши Астра Туалеты. Я и так был уверен... Подожди, в смысле наши? Подожди, в смысле наши? Неужели Армхал на стороне астроскибедистов не может быть? Нет, нет, Армхал, почему? Почему? Что им надоело ждать, и они будут действовать. Видно было, они знали, что обе стороны будут ослаблены, и именно поэтому ждали. А сейчас подвернулась возможность, и ей наши Астра Туалеты воспользовались на полную катушку, застав Альянса врасплох. Сейчас Астра будут делать всё, чтобы ослабить Альянс. Из этого можно предположить, что их главной целью сейчас являются Титаны, а именно Титан Камермен. Ну, по сути, Титаны, да, это являются основной силой... Среди своих, да? Основной двигатель прогресса в военных действиях в сериале «Скибедит туалет». Потому что в основном, если происходили какие-то переворотные события на поле боя, то чаще всего этими событиями руководили Титаны. Поэтому если их хлопнуть немножечко, то, скорее всего, Альянс не сможет сопротивляться больше. И проиграют. Да, именно он сейчас является самой слабой и самой уязвимой целью. Он одолелся от Титанов и, в принципе, всего Альянса. Улетев, он отвлёк на себя большую часть Астра для спасения агентов и Титана. Почти уверен, что Камерамена Титана возьмут в пленники. Потому что пленник дороже, чем просто мёртвый, вы сами понимаете, да? Потому что его можно выменить на кого-то, ну или шантажировать кого-то. Ё-моё, бедный Камерамен Титан. Ставь лайк, если тебе его жалко. Мы могли заметить, как он раздумывал и готовился к этому шагу. Просто посмотрите, как Дафак передал этот сложный выбор языком тела. Видно, что Титан Камерамен понимает всю безысходность ситуации. И для спасения всех он жертвует собой, как настоящий герой и лидер. Понятно, почему Вантузмен и Титан нашли общий язык. Они оба герои и всегда готовы пожертвовать собой ради других. Возможно, данное качество в принципе распространённое в расе Камераменов. Потому что они постоянно собой жертвуют. Вернёмся к сути. У нашего Титана сейчас нет ни единого шанса на выживание. За ним сейчас полетела большая часть астротуалетов. Поэтому маловероятно, что он один сможет оттуда выкарабкаться. Для меня вот это самый такой грустный момент. Это когда Спикермен хочет помочь своему другу, но Тиви Мэн его прикрывает и говорит, я не могу вас потерять обоих. Вот этот момент реально печальный и грустный. Есть вероятность, что Наст Титан всё-таки погибнет. Но я бы так не сильно не был уверен. Среди фанатов сериала ходит теория, что Камармена Титана спасёт Джи Мэн. И позже они объединятся. На самом деле, я считаю, что такая теория вполне возможна. Тем более, мы понимаем, кто может стать новым Титаном. Да, там в принципе и к гадалке не ходи. И так понятно, что это скорее всего будет Джи Мэн Титан. А именно Джи Мэн. И с такими улучшениями он по-любому сможет помочь Камармену Титану. Поэтому будем ждать. Также я предполагаю, что Камармену помогает команда избранных секретного агента. И это не потому, что мы видели зелёные частицы на Камармене во время атаки Астра. О, блин, в натуре, ё-моё, боже, насколько детально делают разбор Армхоу. Он каждый, блин, он каждый кадр останавливает и смотрит. Это, конечно, жесть. Не зря я нажал на это видео. Ведь, скорее всего, это так свет падает и получаются зелёные частички. Ни никого не секрет, что секретные... А, ну да, если жёлтый и синий огонь соединять воедино, то получится зелёный цвет. Это так работает? Я не знаю, надо у Мико Дзена спросить, это он художник. Агент самый могущественный персонаж в сериале, и он будет всеми силами не допускать смерти Тритана. Также в этой серии мы видели тайного нового персонажа в виде этого... В виде этого пикселя? Серьёзно? Вы там разглядели персонажа? А в Телтпе спикерменов можно заметить спикера в зелё... Не, и там можно заметить спикера на унитазе, это мой любимый... ...пиджачки... ...персонаж... ...пиджачки. Да и в целом были и другие новые персонажи, о которых внезапно Дафук вспомнил и вернул в сериал. Так что, учитывая количество таких персонажей, я думаю, они постараются минимизировать шанс смерти Титана. Но многие спросят, так почему же так усложняет, и почему Тивмену Титану это всё не разрулить и не телепортироваться обратно, чтобы помочь? Всё просто, Тиви Титан уже ничего не сможет сделать. Во-первых, Кабармен Титан, как я и говорил, решил отвезти большую армию Астра на себя и улететь куда подальше. Во-вторых, Тивмен еле как спас одного из Титана. Ну, кстати, там вроде небольшая армия, там их буквально, ну не знаю, человек 9, да, астроскебедистов. Их там не было миллиард. Но, скорее всего, Тивмен, конечно, супер-мега сильный, но не настолько, чтобы справиться с 9 астроскебедистами. Причём, большинство из них мы не знаем, на что они способны, да, особенно вот этот Дарт Вейдер. Вообще, это кто это такой, блин? Ё-моё. И как он перешёл на тёмную силу, я не знаю. А именно спикера. Он точно проследит, чтобы спикермен ушёл на базу и не высовывался. Кстати, если так думать, то можно понять, да фак уже намекает, что скоро мы увидим базу спикерменов. Возможно, даже в ближайших сериях. Ведь на интервью на этот вопрос он ответил, что уже знает, в какой этой серии будет. И сейчас мы поговорим про симпа. В смысле интервью до фака? Чё? Теперь давайте обсудим нашего любимого симп-камармена. Мы снова видели безответную любовь. Симп-камармен изо всех сил тянулся к Ти-вуман, а та даже не посмотрела на него. Многие из вас могут подумать, что Ти-вуман просто специально не замечает нашего камармена. Но мне кажется, тут всё гораздо глубже. Во вчерашнем видео я вскользь упомянул об этой детали, и сейчас я всё разложу по полочкам для вас. Вот это с этого момента поподробнее, очень интересно. Смотрите, скорее всего, до событий сериала Ти-вуман и Симп-камармен любили друг друга. Но после превращения их в роботов, Ти-вуман поняла, что они способны любить искусственный интеллект. Подожди, я опять всё пропустил? В смысле? Это были люди, а теперь они роботы? Ребята, что происходит? Откуда такая информация? Я не понимаю. Как вы помните, по моей теории, все агенты до событий сериала были людьми. Но позже их копию сознания перенесли в робота. А, копию сознания. Окей, а я думал, типа им просто вместо головы поставили камеру, кому-то телевизор, а кому-то дрели. А, не, подожди, это из другого аниме. Даже, можно сказать, не копию, а сам искусственный интеллект запрограммировали имитировать того человека, кем он якобы является. Но другую, избранную часть, не стали копировать. А знаете, что ещё интересно? Помните вот этот момент, когда шёл, значит, Ти-вимен и увидел на столе, значит, там лежали карандаши, дрель и часы. И он смахнул их рукой. И таким образом, да факт, как бы, ну, намекает нам, что... Скибиди мультиверс ему не нравится. И вот этот момент я бы очень хотел, чтобы кто-то разобрал. Потому что я не знаю, что происходит, что за, блин, ребята. Что тут происходит, блин, ё-моё. Какие-то ссоры, блин, скандалы в мире комьюнити скибиди туалетов. Очень интересно этот момент разобрать. А сразу превращали в гибридных роботов. Ведь мы видели у некоторых агентов кровь. В то время как у большинства кровь отсутствует. То есть, по сути, агенты сами, как роботы, ничего не понимают и не чувствуют. Они не имеют своего сознания. Они думают, что его имеют. Это просто иллюзия. По сути, они всё просто копируют, имитируют того человека, которого им запрограммировали. И как я говорил, Тивуман это понимает, так как она одна из особенных и является гибридом. А не копией себя. Она прекрасно видит своего любимого. Но не может быть с ним, так как все его чувства не настоящие. Ё-моё, у меня ж голова заболела. Вот это мощно, конечно. Арм Холл клёво выкрутил, конечно, вот эту теорию. Про то, что вот это кто-то люди там. У кого-то это только сознание перенесли. А кому-то наполовину 50 на 50. В натуре у кого-то кровь. Ну, может, это и не кровь, кстати, а масло. Знаешь, как вот в фильмах, там, где роботу отрубили голову. Вместо крови, там, у него масло, типа. Я не знаю, но звучит интересно. Это имитация. И она это понимает. Именно поэтому она старается не обращать на него внимания. И как можно реже контактировать с ним. Ведь внутри души она до сих пор его любит. Но она не может полюбить того, кто не является её любимым. А просто перетворяется. Но пока хватит так грустно. Блин, Арм Холл, тебе надо книжки писать, ё-моё. Давайте поговорим о чём-нибудь весёлом и интересном. Давай. Давай поговорим о Бравл Старс. Когда Арм Холл вернётся в Бравл Старс. Оказывается, ребята, если вы не знали, но раньше он как раз-таки снимал по Бравл Старс видосики. Вот это интересно. Арм Холл, жду ответа. Надеюсь, на стриме ты посмотришь это видео и скажешь нам. А именно, что же делает вот этот человек? Думаю... Боже, блин. Может, оно и к лучшему, что я не разглядываю каждую деталь в кадре, да? Потому что я вот когда смотрел эту серию, я не заметил, как вот этот чувак делает упражнение «Ягодичный мост» на жопу свою, блин. Прекрасно понимаете новую шутку да фака. Но я вам скажу, вы полностью ошибаетесь. На самом деле, это не то, о чём вы подумали. Вот именно, это называется упражнение «Ягодичный мост». Он вот так вот выглядит. Кстати, очень полезный. В действительности, этот человек делает мустик и готовится к лету. Что ведь скоро жара, пляжи, надо, так сказать, привести себя в форму. Поэтому он так усердно старается и занимается. Но у нашего ТВ-папа... У него будет самая крепкая жопа на районе. ...настолько подгорело одно место от этого человека... О-о-о! ...что он приказал сжечь его. Во-вот, сейчас вот этот момент, вот. Когда он идёт и сейчас вот это опрокинет вот эти предметы на столе. ...вместе с непричастными людьми. Жаль этого бедолагу, столько работал, блин. А тут на себе. Приходит батя и делает из себя шашлычка. Так наоборот, ты же сказал, они готовятся к лету похудеть. А шо может лучше быть, чем банька? Правильно? Растопить жирок, блин. Вот и мы растопили. Одни кости остались. Ну да ладно, довольно шуток. Так, теперь давайте поговорим о том, что Джимен это... Блин, этот момент он пропустил, ну ладно. ...астро. Ну, я уверен, что он его разобрал в разборе серии. Мы это ещё тоже посмотрим обязательно, именно этот фрагмент. А пока смотрим дальше этот ролик. Точнее, это уже факт, что Джимен это астро туалет. Это уже не просто догадки или теории. Сам сериал напрямую нам это говорит. Начнём сначала. Посмотрите документ, который ТВ папочка отдал учёному. Скажите, выглядит же довольно странно. Джимен ещё никогда не появлялся перед нами в таком облике. Возможно, это концепт или же фото из будущего, но мне кажется, это маловероятные теории. Давайте присмотримся к фото. На нём мы видим арсенал астро туалетов, а также знакомые полоски на голове, как у всех астро. Также ядро Джимена светится не жёлтым, как сейчас, а оранжевым. А оранжевый это один из цветов астро, ведь, как мы знаем, их официальный цвет это красный и оранжевый. Значит, скорее всего, это прошлое. Также на это намекает фото, которое да факт прислал элит камермен. А именно, он прислал первоначальную версию документа из 70-й серии. На ней мы отчётливо видим красные глаза Джимена и такие же пять полос, как на документе их новой серии. Я молчу, потому что мне очень интересно, на самом деле. Это прикольно, типа, Джимен когда-то был астроскибедистом, а потом его понизили, походу, сделали обычным большим унитазом и сказали, ладно, давай, едь, захватывай вот эту землю вонючую. Удачи, ты уволен. Из чего становится понятно, что раньше Джимен был астротуаретом, но после чего-то ужасного, типа революции или саботажа, его понизили и ослабили, отправив на землю для захвата вла... Ты только что это сказал, в натуре? ...в том числе, это подтверждает обращение астроскорпиона в 72-й серии. Раньше Джимен был генералом или командиром, но, как мы поняли, после передательства его понизили. Но теперь Джимен собирается вернуть себе и статус, и силу генерала астротуалетов. Но теперь давайте... Лучше бы он лицо помыл, серьезно. Ему каждую серию все хуже и хуже делает макияж вот этот, ребят. Посмотрите, он похож теперь на... Скипиди Наггетс туалет, серьезно. Скажу мою мега разрывную теорию. Смотрите, мы видели, как ученый Тиммен изучал руку Астра, или даже пытался взломать. Ведь мы видели фиолетовые молнии, которые были вокруг руки. Такие партиклы можно было увидеть на магических сферах Джимена. Поэтому технологии астротуалетов совсем скоро будут у Альянса. И также со вчерашнего видео мы уже в курсе, что у фиолетового Тиммена уже имелись при себе колонки, а также ему прикрепили камеру. Так что, можно сказать, это первые шаги Альянса к такому эксперименту. Учитывая все вышепричные факты, возможно, с помощью всех технологий, созданных за все время, Альянс создаст нового Титана. И чтобы вам было легче представить, как он будет выглядеть, мы с моей командой придум... Нормально, да, такой... Так подожди, в смысле? Так у Тиммена и так есть колонки. В чем отличие, что у него будут вот такие две огромные камеры? Как они ему вообще... В чем они ему помогут, блин? Вот такой концепт. Главная голова будет Тиммена. По бокам будут расположены большие колонки и камеры. Главным оружием у нашего Титана будет улучшенная версия астроклешни. Ведь по сути, клешнёй можно и стрелять, и наносить удары. Поэтому она будет более выгодной в бою, чем обычное оружие. И самое главное, это ядро. Он наполнен всеми тремя цветами рас Альянса. А именно красный, синий и фиолетовый. Ну вот такой интересный... Ну вот такой вот светофор и получился, ребят. Получается, когда у него на груди горит красный свет, астроскибедисты должны остановиться. И только когда будет гореть вот такой салатевенький, могут ехать дальше. А, это вообще-то бирюзовый. Я дальтоник, поэтому окей. Концепт у нас получился. Оцените его в комментариях. Что вам понравилось, а что не очень. Одна небольшая просьба. Как вы помните, моя сестра относительно недавно начала вести свой ютуб-канал, в котором она делает каверы и очень хорошо поет. Надо будет заценить обязательно. Ну что тут скажешь, видеоролик, как всегда, на высоте. Ребят, ё-моё. Я начинаю жалеть, что я так долго не снимал реакции на видосы на канале Айром Холл. Но это еще не все. Потому что прямо сейчас я попытаюсь найти вот разбор именно вот этой сцены. Мне очень интересно, что Айром Холл скажет по поводу конфликта, возможно. Возможно, конфликта между Дэваком и Дум Студио. Давайте посмотрим. Кстати, на столе, кроме этой фотографии... Вот, вот этот момент. ...есть карандаши, дрель и часы. Это явная отсылка на самую популярность Компедитуалет Мультиверс от Дум Студио. Ведь именно они придумали эти три расы. Забавно, что он просто выкидывает их, как бы унизив. Еще в интервью Дэвак Бум на вопрос, как он относится к их вселенной, ответил Гуфи, что переводится как глупенькая. Так что ждем ответки от Дум Студио. Да, ждем ответку от Дум Студио. Очень будет интересно, что, как они это ответят. Ну что тут скажешь, ребят? Спасибо за просмотр, спасибо Айром Холл за чудесное видео. Мне его очень понравилось. Серьезно. Было прикольно. Я даже, знаете, это... Ну, какую-то нотку ностальгии прочувствовал. Я, по-моему, три или четыре месяца что-то не снимал реакции на видосы Арм Холл. Так что так, если это видео наберет 20 тысяч лайков, я сниму еще реакцию, почему бы и нет. Надеюсь, Арм не против. Всем спасибо за просмотр, всем пока! А в следующий раз я сниму реакцию на видео Разу Плэй. А-а-а-а!